Девушки отдыхают 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 Нет, он может, в принципе, и перевести на настил и уработать соперника там. Но, в любом случае, это именно боец, который, скорее всего, за пределах одного первого раунда уже мало что из себя представляет. Собственно, Насурдин и Мауф вообще, да, стилистически, ну, в целом, да, у него такой близковато по стилистике бой, как и был предыдущий его бой с Джорданом Вильямсом, потому что Джордан Вильямс – это парень, который просто тяжелейший бьет. У него тоже очень, конечно, тяжелый удар, и Насурдин и Мауф выдержал там в первом раунде именно вот такую атаку с пурта Джордана Вильямса, не улетел в нокаут, и, соответственно, Джордан Вильямс устал, Насурдин и Мауф уверенно забрал второй-третий раунд и выиграл этот бой. То есть сейчас, по факту, у него задача та же самая. Вообще, он такой боец разносторонний, он может побороться, он может и в стойке постоять. В целом, неплохой боец, неплохой боец. Но, опять же, выдержит ли он вот это давление, выдержит ли он тяжеленный удар в свою голову? Вот я замечу, что Джордан Вильямс его в первом раунде потрясал. Причем потрясал, по-моему, даже пару раз и потрясал очень тяжело. Благо, ему удалось там как-то завязаться немножко, да, заклинчеваться. Ему удалось выжить, но все-таки он был потрясен, он был близок к тому, чтобы улететь в нокаут. Где-то, вот знаете, каких-то миллиметров там Джордану Вильямсу не хватило, какого-то второго удачного попадания там после первого. И, соответственно, я, знаете, как скажу Фил Хоус, я считаю, что мощнее первый раунд начинает, чем Джордан Вильямс. И я считаю, что бьет он сильнее. Он бьет, мне кажется, что посильнее. Поэтому есть такая вероятность, что Насурдин и Мауф не выдержит именно натиск первого раунда. Ну, опять же, кто знает, да, кто здесь может точно сказать. В любом случае, вот в чем отличие от анализа, да, который я выкладывал до этого. Отличие в коэффициентах, потому что на тот момент на Филах Хоуза был коэффициент, ну, в среднем 1,65, 1,67. И, друзья, я не могу с этим согласиться, не мог тогда, да, на тот момент, потому что, ну, все-таки, ну, реально. 1,65, да, это, конечно, не 1,2, но, тем не менее, фаворитом, да, и там, ну, условно, не за 1,8, да, как сейчас фаворитом, именно вот конкретно фаворитом идет боец, который, по сути, способен выиграть только в первом раунде. И если он этого не сделает, то все, его шансы просто испаряются. И с этим, конечно, трудно согласиться. Вообще, знаете, в целом в ММА кардио это крайне важно, на мой взгляд, да, это одна из прям основополагающих вещей. И зачастую, да, даже очень хороший боец с замечательными топовыми скиллами, когда у него заканчивается кардио, он может проиграть любому середнячку, там, условному колхознику, да, так скажем, без техники, да. Поэтому, ну, всегда тяжело топить за человека, у которого очень слабое кардио, который быстро устанет. Но в любом случае, вот по нынешнему раскладу я уже больше согласен, потому что сейчас кэфы приближаются. На тот момент, кстати, когда тот бой, перед тем, как его сняли, кэфы все больше сближались, перед боем они вообще закрывались чуть ли не по равным. И вот сейчас примерно ситуация схожая, то есть на том же пинокле Фил Хоус, да, он у нас идет за 1.82, а ММА за 2.08. То есть кэфы действительно сближаются потихонечку. И по таким кэфам я уже согласен. То есть в любом случае у Фила Хоуса шансов чуть больше. Я считаю, что вот именно если мы рассчитываем в вероятность, да, то вероятность того, что Фил Хоус спуртанет вначале и все-таки вырубит Насурдина и Мауа, да, все-таки удосрочит, я считаю, эта вероятность все-таки чуть-чуть выше того, чем то, что он постарается выложиться и не вырубит. Вот. Но, соответственно, вы сами понимаете, здесь может быть и то, и то. И я, конечно, от себя, наверное, из-за Насурдина и Мауа все-таки поболею, потому что, ну, как ни крути, у человека хотя бы кардио есть. То есть я не думаю, что Фил Хоус свое кардио в целом натренирует, да, в будущем. Все-таки, как правило, да, максимально, что мы видели от подобных бойцов, это когда человек просто более грамотно распределяет свое кардио, то есть не спуртует, дерется осторожненько, экономненько, но если Фил Хоус так будет драться, то он уже не будет с собой, он уже не будет таким суперзрелищным человеком, бойцом, да. Соответственно, конечно, трудно здесь точно что-то сказать, но я Санасурдина и Мауа все равно притоплю, потому что он андердог, и потому что его задача жить, так сказать, просто жить первый раунд. Я думаю, что вполне возможно ему это удастся. Ну, в любом случае, ребят, здесь, конечно, бой с вариантами. Вы можете здесь иметь какое-то свое мнение. Напишите в комментариях, как вы думаете, выдержит ли на Сурдина и Мауа вот этот напор в первом раунде, или же все-таки нет. Собственно, давайте переходим к следующему бою, и он весьма интересен, потому что здесь бьется наш соотечественник Алексей Олейник. Именно его соперником будет Крис Дакас. Бой, бой прям весьма-весьма интересный. Собственно, я думаю, что вы можете помнить Криса Дакаса. Это такой, да, не особо атлетичный, так скажем, парень, но на самом деле две победы подряд, две победы нокаутом в первом раунде очень, я считаю, неплохо. Ладно, Паркер Портер, да, которого он выиграл, нокаутировав в конце первого раунда, но вот Родриго Насименту, который, в принципе, являлся, ну, немножечко перспективным человеком, который в Американ Топ Тим тренируется, и, на мой взгляд, развивается, улучшается. Я сам думал, что у Насимента там больше шансов, но Крис Дакас показывает, что у него очень серьезная мощь в руках. Да, и в целом, если мы сейчас посмотрим по его рекорду, да, мы увидим, что каждая его победа, кроме одной, единственной, кроме одной, да, она заканчивалась, ну, она именно ознаменована его нокаутом. Его нокаутом, как правило, в первом, очень редко в начале второго, очень редко, но, как правило, первым раундом. Это парень, да, с которым не доживают особо долго, но те, кто доживают, у них появляются шансы выиграть. Я смотрел его проигранные бои, да, которые он проиграл, ну, помимо вот этого самого первого, в четырнадцатом году, где он отлетел нокаутом уже сам в первом раунде, вот Шон Титт его сабнул, и это нужно иметь в виду, да, что он уже проигрывал сабмишином, и Азун Ануанву. Вы можете помнить этого бойца, он уже тоже юсси бился, да, прям вот весьма посредственный, весьма средний парень. Ну и, собственно, что интересно, я уже рассказывал, кстати, про этот бой, Крис Дакас его вообще выигрывал. Он его выигрывал, он был близок к тому, чтобы его удосрочить, но не сумел это сделать и просто закончился по кардио. Во втором раунде Азуна уже начал лучше работать, уже начал попадать, и в конце раунда он сам удосрочил, нокаутировал Криса Дакаса, который просто по кардио сдавал, сдавал, все сильнее и сильнее. В общем, это парень с не самым лучшим кардио, и, ну, мы это часто видим, да, давайте будем честны. Если мы видим у бойца, у него там все победы в первом раунде, значит, вполне вероятно, что кардио у него не особо хорошее, да, учитывая, что поражение за пределами первого раунда. Соответственно, вот такие вот дела. Что касается его борьбы, у него черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, и вроде как в джиу-джитсу он неплох, но нужно понимать, да, что пересмотрел я кучу его боев в промоушене, вот, и в промоушенах Кеса, и в Кетч Фьюри, его там переводили очень редко, но бывало, что его переводили, более того, как я и сказал, он уже и сабмишином проигрывал. Поэтому, возможно, и такой вариант, а это немаловажно держать в голове, потому что все-таки против него будет Алексей Оленик, именно мастер сабмишинов, тот, который, по сути, кроме сабмишинов мало что умеет, да, вот. Вот, но кое-что, конечно, он тоже имеет. Если смотреть на крайние этапы карьеры Алексея Оленика, то здесь, в принципе, на мой взгляд, все неплохо, потому что именно в 2020 году он провел три боя и выиграл два из них. Я считаю, вполне хорошо. Также он был близок к победе над Дереком Льюисом, но Дерек все-таки очень крепкий парень, он действительно именно по физике, по своему здоровью, природно, он очень просто крепкий сам по себе человек. И он сумел выдержать напор, сумел выдержать попытки сабмишинов Оленика и выиграл его во втором раунде. Но Оленик до этого выиграл Морриса Грина, который пережил первый раунд, и, тем не менее, ничего с грепплингом Оленика сделать не смог, потому что Алексей переводил его, он пытался накидывать приемы, причем разные приемы, но в конце зашел классический армбар. В Фабрисио Вирдума был замечательный бой, Оленик, кстати, там был большим андердогом. Вообще, кстати, Оленика довольно часто списывают со счетов, да, и, собственно, с Вирдумом он выиграл с плитом. Опять же, Вирдум там, в принципе, был, так скажем, близок к победе, но что интересно, Алексей Оленик, он в стойке с ним более интересно смотрелся, он вырывался, да, на более ближнюю дистанцию он попадал и отбился все три раунда, да, конечно, было тяжело, он устал, Вирдум сам устал, он сам уж такой старичок тоже, да, но, тем не менее, я считаю, Оленик заслужил победу в этом бою. Вот, что вообще он из себя представляет, да, по сути, его можно вырубить, да, у него реально слабый держак, это, к сожалению, это объективно, но не все могут по нему сразу же попасть, потому что все-таки он сам в стойке некоторую опасность представляет, и просто так вот идти с ним и зарубиться, ну, это опасно, это просто опасно, потому что с ним когда-то давно, да, когда-то давно Джаред Рошелл попытался зарубиться, я это прям очень хорошо помню, это просто большая редкость, нокаут в карьере Алексея Оленика, это огромная редкость, но, что интересно, да, Алексей Оленик предложил рубку Джареда, Рошелду, а это базовый борец, Рошелд ее принял, они просто начали махаться своими веслами, да, во все стороны, и это была плохая идея для Рошелда, потому что Оленик попал по нему и нокаутировал его, и нокаутировал очень даже неплохо, практически глухо, поэтому нужно понимать, что Оленик в стойке тоже кое-что может и попасть вполне себе может, но, конечно, Партер это его наиболее сильная сторона, и я думаю, это ни для кого секретом не является. Соответственно, переведет ли он Криса до указа? Я думаю, что вполне, вполне возможно. По кардио, возможно, до указ чуть лучше, но в целом, опять же, он тоже устает, и устает, причем очень сильно, и здесь нужно понимать, что Алексей Оленик может в партере вымотать его, и они потом уже оба устанут, а там уже кто лучше в партере, но я сомневаюсь, что до указ, даже учитывая, что у него черный пояс. Соответственно, я считаю, что у до указа есть шанс тяжело попасть в начале, да, либо шанс, ну, наверное, в теории, как-то отбегать на дистанции и перестрелять какими-нибудь джебами, и, ну, мне трудно это представить, потому что, понимаете, Оленик, он будет переть вперед, он будет переть, и по-любому будут сближения. На этих сближениях либо он будет попадать, да, либо он получит, либо он переведет, да, сблизь-то. Соответственно, очень, конечно, мне здесь маловероятно видится как какое-то решение. Я считаю, что у Оленика здесь хорошие шансы, если честно. Да, этот бой, скорее всего, сделали для Криса до указа, потому что у него уже две победы подряд, и, соответственно, вполне неплохо, да, для него сейчас добыть третью победу над именитым соперником, да, над старым, но, тем не менее, над соперником с именем. И вот он уже залетает в топ, да, и может какие-то амбиции свои уже иметь по поводу контендерства, по поводу высшего места в топе, вот. Но я считаю, что Алексей Оленик может в очередной раз обломать букмекеров, именно не в том плане, скажем, не в привычном плане, а в том плане, что когда его выставляют андердогом, мы это видели множество раз, и далеко не всегда он проигрывал в этих боях. И если мы сейчас посмотрим на коэффициенты, вновь Алексей Оленик идет андердогом. 2,4 на него коэффициент сейчас на Пинокле, и 1,64 на Криса Даукаса. Друзья, я буду стопить за дядю Лешу, да, это, я думаю, вам очевидно, я довольно часто за Оленика топлю, хоть он не всегда проигрывает, ну, кроме прошлого боя, потому что вы сами знаете мое отношение к Деррику Льюису. В общем, я считаю, что Алексей Оленик, хоть и значительно старше, да, на 12 лет, он намного более опытен, его оппозиция просто на голову, на 10 голов выше, здесь даже, ну, даже глупо с этим просто спорить, это сравнивать. Конечно, именно по опыту, по оппозиции дядя Леша, конечно, значительно впереди, значительно лучше. По навыкам в грэплинге, да, по навыкам в партере на настиле Оленик тоже значительно лучше. Но, конечно же, я считаю, что, скорее всего, он в стойке уступит. Если будет рубка, то там, вы сами понимаете, 50 на 50, тут уже каждый может попасть, но именно по технике он, скорее всего, похуже будет, чем Крис Даукас. По кардио, ну, плюс-минус близко, но я считаю, что Крис Даукас здесь должен быть, по идее, получше, все-таки он помоложе. Но, опять же, это зависит от того, как именно настолько трудозатратно, трудозатратно для Криса будет складываться бой. Ну, и, соответственно, конечно же, шанс панчера у Криса Даукаса, и он довольно высокий. У него, как я и сказал, все победы закончены нокаутами, и Оленика, ну, периодически вырубают, да, как я и сказал, он слабо держит удар, к сожалению. Поэтому вот такой шанс есть у Криса Даукаса, и это вполне реальный шанс, но, тем не менее, я буду болеть за то, чтобы он не смог попасть и приложиться плотно по Алексею Оленику. Напротив, чтобы Алексей смог сближаться, смог переводить, ну, а в партере, я полагаю, у него будут очень хорошие возможности выиграть этот бой. В общем, друзья, я здесь топлю за андердога, за нашего соотечественника, за Алексея Оленика. Собственно, мы двигаемся дальше, а следующий бой у нас Чарльз Роса против Дерека Миннера. И, ну, опять же, в целом бой довольно-таки интересный, потому что оба этих парня на земле, да, в джиу-джитсу, в грэплинге довольно-таки умелые, и они оба уже весьма и весьма опытные. Ну, давайте, собственно, разбираться. Что касается Дерека Миннера, ему 30 лет, у него огромное количество боев за плечами, просто посмотрите, 25 побед и 11 поражений, ну, реально, 36 поединков, 30 годам, да, это весьма неплохо, на мой взгляд. И что интересно, он у нас такой триумфатор, да, он совершил апсет, причем очень крупный, ну, на мой взгляд, так как я считал, что у него очень мало шансов против Тиже Лоромье в прошлом бою, и шанс, по сути, у него был только на гильотину, потому что гильотина – это его такая фирменная штука, он постоянно пытается застегивать эти гильотины. Не всегда получается, да, но в этот раз получилось Тиже Лоромье, не такой опытный, да, он чистый борцуха, он влез сразу под мышку, да, голову свою засунул и шею Дереку Миннеру отдал. Против Гранта Доусона нужно заметить, что у Миннера все-таки был довольно плотный бой, и местами он сам Гранта Доуса прихватывал, Гранта Доусона, да, прихватывал на довольно опасные приемы, но Доусону удавалось и всего выбраться, и Дерек Миннер устал. Вообще, здесь нужно понимать, да, что, к сожалению, у него кардио не самое лучшее, он устает. У него практически все бои закончены досрочно, он вообще такой парень, который до решения никогда практически не доживает, ну, давайте даже на шердоге посмотрим, да. Собственно, да, у него из всех его боев всего лишь три боя дошло до решения, ну, это, конечно, реально, это сумасшествие на самом деле, но он зрелищный, да, он зрелищный. Вот, собственно, я с ним, конечно, ознакомился значительно еще заблаговременно до того, как он попал в UFC, потому что он выступал в организации LFA, я эту организацию разбираю с первого их турнира, я там реально всех довольно подробно знаю. Собственно, напомню, что против Герберта Бернсона контендер серии Сминнер тоже себя показал относительно неплохо, и некоторая опасность от него там просматривалась, хоть он и проиграл треугольников в первом раунде. Ну, а в целом, действительно, он подустает. Он встречался с Джорданом Гриффином и тоже дал ему прям плотнейший, хороший, опасный бой, но устал и во втором раунде попался на армбар. Как я и сказал, очень у него плотная гильотина, это его такой фирменный прием. Те, кто рискуют, да, засовывать ему голову в подмышку, рискуют без этой головы и остаться, собственно. Вот, ну и также он в целом очень опасный джитсер, у него, если я правильно помню, черный пояс, и, конечно же, он этим пользуется, да, у него очень много сабмишинов. Но при этом он и сам попадается, большая часть его поражений тоже сабмишинами, но нужно понимать, что он устает, кардио, к сожалению, у него не самое лучшее. Что касается Чарльза Росс, уже не раз тоже говорили про этого парня, ему 34 года, он тоже очень опытный, он действительно очень опытный, у него 18 боев, и нужно понимать, что он уже с 14 года в UFC, он выступает действительно на хорошем, на высоком уровне и с очень хорошими ребятами, сильными дрался, да. Да, периодически проигрывает, но все-таки те, с кем он бьется, они даже в сравнении никакой идут с теми ребятами, с кем бился Миннер. Конечно же, у Чарльза Росс намного лучше оппозиция и намного сильнее, ребята, тех, и кого он выигрывал, и кому он проигрывал. В общем, Росса неплохой ударник, на самом деле, действительно, хорош он в ударке, у него нормальная вменяемая выносливость, и нужно понимать, что у него тоже черный пояс по БЖЖ, он тоже неплох на земле, у него много сабмишинов также есть в карьере, и, ну, я думаю, вы можете помнить бой с Мэнни Бермудесом в конце 19-го года, тогда Росса выходил андердогом, но сумел накинуть армбар Мэнни Бермудесу, и, собственно, выиграть этот бой. Соответственно, друзья, я полагаю, что у Чарльза Росса здесь шансов побольше. Если мы посмотрим на коэффициенты, то Чарльз Росса у нас идет за 1,53, Дерек Миннер идет за 2,6. У меня, в целом, друзья, вопросов к этим коэффициентам нету, потому что все-таки, будем честны, у Чарльза Росса, у него лучше кардио, это уже немаловажный аспект. Скорее всего, в джитсу он отзащищается, скорее всего. А вот отзащищается ли в джитсу Дерек Миннер, я в этом не уверен. Его все-таки очень много раз ловили, особенно когда он подустанет, и то вдвойне я в этом, да, не уверен. Ну и, соответственно, у Миннера, я считаю, есть шансы именно в начале боя, пока он свеж, что-то где-то накинуть, да, какой-то прием. Ну, а у Чарльза Росса есть шансы как в начале накинуть какой-то сап, так и, в принципе, по ходу боя просто быть лучше, быть лучше в стойке, да, и быть лучше в джитсу, и, возможно, самому выиграть с Абмишном. Поэтому, в целом, на бумаге Чарльз Росса здесь является фаворитом, и никаких вопросов у меня лично к коэффициентам нет, у него действительно шансов немножко больше. Итак, я предлагаю двигаться дальше, а далее у нас еще один интересный бой, также с участием нашей соотечественницы Яна Куницкая против Кэтлин Вейера. И, собственно, давайте разбираться, что за соперница здесь досталась Яне, и каковы шансы у каждой из них. Собственно, Кэтлин Вейера, вообще, она в UFC выступает с 2016 года, и, что интересно, да, она набила прекрасный стрик, четыре победы подряд, одна досрочная, и тогда вообще они говорили, что, возможно, она даже станет контендером, да, через некоторое время, но... Ну, все-таки нужно понимать, да, что выиграла она здесь и Эш Левен Смит, у которой только одно поражение на тот момент было, Сару Макман сумела выиграть, которая тоже плюс-минус, да, котировалась, Кэт Зингану выиграла с плитом, здесь неплохая, в принципе, оппозиция, но затем она встретилась в 2019 году с Ирэной Алданой, неплохо, кстати, проводила бой именно в стойке, она ее перестреливала, она была лучше, чем Алдана, более технично смотрелась, но зевнула, пропустила удары, за 9 секунд до конца первого раунда улетела в нокаут, и, собственно, здесь все ее контендерские амбиции просто разбились. Далее она некоторое время отсутствовала, да, почти год, и вернулась совсем недавно, в конце 2020 года, против Сияры Юбэнкс. Ну, собственно, Сияры Юбэнкс боец крайне нестабильный, иногда она выступает очень хорошо, иногда она выступает просто из рук, вон, плохо. Ну, нужно понимать, что в бою с Вейерой она выступила хорошо, она была хорошо готова, потому что Юбэнкс все-таки обладает довольно слабым кардио, и редко где у нее кардио хорошее, но в этом бою у нее было кардио хорошее. В целом, Вейра здесь выиграла, по-моему, 2-1 по раундам, если я правильно помню. Она была лучше в стойке, чем Юбэнкс, также она ее переводила, что, в принципе, неплохо, потому что Сияры Юбэнкс, она сама грэплер, она сама джитсер, и причем очень хороший, тоже у нее, по-моему, черный поезд, если я правильно помню. Ну, у Вейры тоже, кстати. Вот, и, соответственно, Вейра ее переводила и в некоторых местах контролировала, залеживала, да, была, в общем, лучше в партере. Но, что интересно, в третьем раунде Вейра смотрелась очень плохо, она устала, и Сияры Юбэнкс ее перестреливала, и третий раунд Сияры Юбэнкс, на мой взгляд, забрала. Если я не ошибаюсь, по-моему, судьи там также отдали 29-28, но, тем не менее, одного раунда мало, и Вейра этот бой выиграла. Собственно, Вейра, что вообще, да, про нее сказать? Ну, если по прошлому бою судить, не очень хорошее кардио, возможно, здесь простой какой-то сказался, может быть, она сейчас чуть лучше будет готова, но, в целом, она такая довольно большая, кстати. Да, подустает в третьем раунде, но, в целом, у нее неплохая ударная техника, она действительно весьма технично действует, хотя, конечно, можно ее пробить, как мы уже видели, да, и у нее партер, да, партер — это ее довольно такая серьезная сторона, она много кого переводила и залеживала, ну, ту же Сару Макман, да, выиграла треугольником, это было неплохо. Кстати, опять же, я вот точно не припомню, можете поправить меня в комментариях, по-моему, Вейра потрясла Сару Макман в стойке перед этим, но, опять же, могу ошибаться. Так или иначе, повторюсь, здесь и хорошая стойка, здесь и прекрасный партер, ну, не очень хорошее кардио, и, ну, наверное, можно сказать, что не очень хорошая держалка, да, в целом. Хотя, не уверен, что по одному бою можно такой вывод делать. Так или иначе, Яна Куницкая. Яна Куницкая выступает тоже на довольно высоком уровне, ну, шутка ли, она залетела в UFC, в принципе, против Крис Сайберг, сразу же, в первом же бою, и сумела некоторое время придержаться. Она, кстати, даже, по-моему, перевела там Сайберг один раз, это было удивительно. Ну, и Сайберг ее перевела, да, что тоже удивительно, потому что, в принципе, Сайберг — это ударница. Далее она выиграла Лину Лансберг, выиграла Марион Рено, хотя, опять же, с Рено, я думаю, многим запомнился третий раунд, где Рено просто разбило Куницкой все лицо в кровь, это, конечно, было удивительно. Затем она была нокаутирована, а Спин Лед, к сожалению, да, причем она этот бой хорошо вела, я считаю, что она выиграла бы его по очкам, если бы он дошел до решения. Она и от борьбы там неплохо защищалась, она ее хорошо перестреливала, но Лед просто попала по ней в третьем раунде, и бой был на этом остановлен. Ну и в крайнем бою она сумела выиграть Юлию Столяренко, ничего не дав той сделать, затвинчивав ее весь бой. Небольшую такую маленькую ошибочку допустив, мы про это разговаривали в подкасте после турнира, когда Столяренко ее перевести никак не могла, но она пыталась пулить гард, и в один из моментов Куницкая на это повелась. Зачем? Для чего? У Столяренко, по сути, кроме армбара вообще ничего нету. Но почему-то Куницкая один раз на это повелась, да, легла на нее сверху, и Столяренко пошла на армбар. И повезло, что Куницкая сумела из него выйти, как бы я считаю, что не нужно вообще таких возможностей давать сопернику, когда у него, по сути, один единственный шанс, тогда какая-то одна единственная сильная сторона. Нужно нивелировать эту сторону, зачем давать любую мизерную возможность. Но так или иначе, Куницкая бой выиграла. Собственно, если вообще мы посмотрим на ее карьеру еще до UFC, я помню ее выступление в Инвикте против Тони Эвенджер, и, к сожалению, Кардио, не Кардио, а Партер, Партер Куницкая, он никогда не был именно особо хорошим. Ее тейкдаун диффенс, он никогда не был, к сожалению, прям очень хорошим. Да, она неплохо защищается, она тренируется в Американ Топ Тим, да, ну, собственно, с Тиагу Сантосом, вы сами все знаете. Там прекрасный зал, прекрасные тренера есть, опять же, с кем расти, но, я повторюсь, никогда не было у нее такого, к сожалению, что прям вот в Партере она очень хороша, что она хорошо защищается. Да, от соперниц не очень высокого уровня она где-то сможет отзащищаться, хотя и то пропускает тейкдауны. Но я думаю, что от Вейера, к сожалению, она не сможет защититься от всех тейкдаунов, а Вейера, скорее всего, если переведет, то будет уже контролировать. Но я считаю, что Яна Куницкая в Кардио будет значительно лучше, чем Кэтлин Вейера, если Вейера подойдет к этому бою в тех же кондициях, что и к прошлому своему бою. И в таком случае у Куницкой уже открываются, будут открываться возможности именно во второй половине боя. Возможно защищаться от тейкдаунов, возможно очень хорошо где-то попадать в стойки. Соответственно, я считаю, что фаворитом здесь должна быть Вейера, здесь все по делу. Вейера является фаворитом за 1,36, Куницкая за 3,25. Ну, конечно, Вейера очень крупный фаворит, очень крупный. В целом, все-таки это женский бой, да, и уровень такой, ну, да, довольно-таки высокий, все-таки 6-7 место рейтингов. И, как я и сказал, Куницкая все-таки в топовом лагере тренируется. У них, у обеих довольно такая, довольно хороший опыт выступления именно на высоком уровне в UFC. Я думаю, здесь, конечно, у каждой есть шанс, но, Веря, действительно шансов больше. У бразильянка здесь действительно должна быть фаворитом, но шансов выиграть, шансы выиграть у Яны Куницкой есть. Ей нужно защищаться от тейкдаунов. Я полагаю, что она может быть лучше в стойке. У нее, в принципе, в принципе, у нее тоже хорошая ударная техника. Здесь, как бы, в целом, можно сказать, что каждая из бойцов, она может зевнуть, да, потому что Куницкая там зевнула в одном из боев, проиграла нокаутом. И Вера зевнула, тоже проиграла нокаутом. Да, то есть, в защите они не самые изощренные, но в прицелом, в целом, ударная техника относительно неплохая. И, конечно же, здесь будет именно вопрос тейкдаун диффенса. Сможет ли Куницкая защищаться? Я думаю, что если она отзащищается, скажем, не отзащищается в начале, то если она выдержит, если не попадется на какой-то саб, да, не будет нокаутирована, если выдержит, то у второй половины боя у нее будут здесь хорошие шансы. В целом, друзья, Вера здесь является фаворитом по делу. Я с этим не спорю, но я считаю, у Куницкой шансы есть. Я буду здесь болеть именно за Яну Куницкую и желаю ей победы в этом бою. Собственно, друзья, я предлагаю переходить к главному бою, а именно Кертис Блейдс против Дерека Льюиса. Ну, что сказать, я уже традиционно замечу, да, что я уже разбирал этот бой, он должен был состояться, по-моему, в конце ноября того года, да, 28 ноября. И подкаст с разбором этого боя есть на канале. Вы легко найдете его по запросу, там, Блейдс Льюис, к примеру, да. В целом, что изменилось? Ну, на мой взгляд, в принципе, ничего. Мое мнение здесь не поменялось. Дерек Льюис переболел коронавирусом. Я не знаю, были ли там какие-то последствия, потому что, опять же, бывает, что есть последствия, особенно для кардио, да, особенно для легких. И здесь по-разному. Кто-то вообще без последствий болеет. Некоторые спортсмены говорят, что они действительно чуть, скажем так, чуть хуже в кардио становятся, действительно устают. Поэтому мы этого не знаем, к сожалению. Но просто будем иметь в виду, что Блейдс здесь у нас переболел коронавирусом и вот сейчас возвращается. Вот, в целом, как я и сказал, да, в предыдущем подкасте, когда я этот бой разбирал, тут Кертису Блейдсу нужно бояться, потому что, друзья, Дерек Льюис получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. Просто поздравляю этого парня. Настоящий красава. Вот. Ну, это, конечно, такие шутейки. Но, опять же, тренирует свою слабую сторону, это же неплохо. Это очень хорошо, потому что партер никогда не был его сильной стороной. Его залеживали, да, его... Один раз, по-моему, с Абмишином он даже проигрывал. Ну, его в целом переводили, все, кому не лень просто, и залеживали. Поэтому, конечно, молодец, что тренирует партер, даже получил пояс. Ну, действительно, красава. Вы сами знаете, что из себя представляет Дерек Льюис. Физически очень сильный человек. Просто, ну, у человека просто сильная физика. Он здоровый. Он большой, да. И он... Ну, он просто сильный. Он просто сильный. У него, конечно, тяжелейший панч. И очень немаловажный момент. Да, у него не самое хорошее кардио. Он довольно быстро устает, довольно быстро выматывается. Но вот что есть, это его взрыв. Взрыв остается до конца. Да, просто всегда его взрыв с ним. Он может уже просто казаться абсолютно немощным, уставшим, но в один момент он может собрать силы, взорваться и выиграть бой досрочно. Собственно, если... Ну, я думаю, не стоит здесь, да, лишний раз напоминать о его победах. В третьем раунде он кучу раз побеждал. И в четвертом раунде побеждал, проигрывая, да, бой просто вчистую в одну калитку. Этого парня никогда списывать со счетов не стоит. И в этом плане даже, ну, в таком, скажем, в моем сознании, опять же, кто давно смотрит наши подкасты, знает, что я за Дерека Льюиса всегда топлю и болею. В моем сознании здесь даже складывается такая картинка, что Кертис Блейдс может, скажем так, в некоторой реальности, да, он может оказаться просто одним из клиентов Дерека Льюиса. В том плане, что он поборет его там один, два, три раунда, что он дичайше устанет, как, например, с тем же Александром Волковым. Он устал, он уже там просто с трудом передвигался. И затем Льюис, просто я, как бы, да, еще в прошлом подкасте тоже это говорил, Льюис это не Волков. Он не будет ходить без ударов за Кертисом Блейдсом, когда тот не может уже стоять на ногах. Он попытается его прикончить, он попытается торвать ему голову. Этот парень всегда очень замотивирован, он всегда все силы отдает, как бы он дико не проигрывал бой, как бы дико не было у него шансов. Он всегда будет стараться. Он и сам в интервью уже не раз говорил, да, что он дерется ради своих детей, ради еды своих детей, да, соответственно, попробуйте отобрать у его детей еду. В общем, он действительно замотивирован, это видно по его боям. Ну, опять же, Кертиса Блейдса, вы сами знаете, просто такая тейкдаун машина. Очень тоже сильный, большой, очень, скажем так, в партере опасный, он довольно жестко работает. Но, опять же, нужно понимать, стойка, кстати, у него тоже неплохая, я считаю, что он вполне способен Дерри Клюиса просто перестрелять в стойке, и все, просто не использовав партер, просто перестрелять в стойке, и это было бы самым разумным, я считаю, решением для Кертиса Блейдса, потому что, если он будет бороть Льюиса, он устанет, это точно, если он, конечно, не удосрочит в первом-втором раунде, если он просто перестреляет в стойке, он на это способен, ему нужно просто ничего не пропустить, да, тяжелого, и выиграть. Но, нужно, опять же, понимать, что Кертис Блейдс, он обладает не самой крепкой челюстью. Да, у него только одна фактически победа нокаутом, потому что первое, там, поражение ТКО от Ангану, это была остановка Доктора, вот второе, это уже нокаут, но, его потрясали, и не нужно это забывать, и Марк Хант его потрясал, и Алистар Уверим его потрясал, и поэтому нужно иметь в виду, да, что у этого парня, его можно нокаутировать, Кертиса Блейдс, его можно потрясти, а уж Дерек Льюис, это тот, кому такие шансы вообще нельзя давать, вот. Но, в целом, я, конечно, это все говорю через призму того, что у Дерека Льюиса есть какие-то вменяемые реальные шансы, на самом деле, их не так и много, я это объективно понимаю, и Кертис Блейдс, как я и сказал, способен перестрелять его в стойке, и он способен, кстати, удосрочить тоже в первом-втором раунде, потому что Блейдс довольно опасно работает в партере, он прям забивает, он прям не дает сопернику продохнуть, да, но, опять же, здесь, друзья, как сложится бой, потому что, я повторюсь, если будет Блейдс в партере работать в жесткой манере, да, стараться забить и удосрочить, вдруг у него это не получится, он устанет, я лично, я оцениваю его кардио как не очень хорошее, и, соответственно, там уже откроются шансы для Дерека Льюиса, в целом, конечно, небольшие шансы у Льюиса есть в каждом бою и периодически, причем, довольно часто он их реализовывает, если мы посмотрим на коэффициенты, Дерек, Кертис Блейдс идет за 1,25, Дерек Льюис идет за 4,48, ну, я, конечно, буду болеть за Дерека Льюиса, объективно, я хочу сказать, что Кертис Блейдс должен быть здесь фаворитом, но, КФ 1,25, я считаю, что он не стоит, это просто сумасшествие, это два тяжа, один из них устает, а другой уже тысячу раз до этого добивал ребят, которые его побеждали, но уставали, то есть, при таком раскладе Кертис Блейдс не стоит ни 1,25, там, ни 1,45, это по-любому, но, тем не менее, он здесь является все-таки фаворитом, ну, в общем, вот такой вот примерно разбор, друзья, я пожелаю удачи Дереку и Льюису, с коэффициентами спорить не буду, мое такое субъективное здесь топление будет, вы сами знаете, за кого, но, опять же, напишите в комментариях, как вы считаете, кто выиграет этот бой, как именно он пройдет, потому что я считаю, здесь есть варианты именно по ходу, по течению боя, и напишите ваше мнение по этому бою, я здесь за Дерека Льюиса. Ну, собственно, на сегодня у нас все, здесь я, я надеюсь, я не очень много вашего времени отнял, подкаст уже такой покороче получился, здесь и боев поменьше, это было лишь мое субъективное мнение, да, мое некоторое топление за некоторых ребят, вы можете написать ваше личное мнение, как вы думаете, кто победит в том или ином бою, а именно почему, да, и как, каким образом, и, конечно же, я не призываю ни в коем случае делать ставки по подкасту, я, напротив, призываю не ставить по подкасту, друзья, не нужно этого делать, если вам нужны конкретные ставки, да, на кого, куда и где, такая опция есть, загляните в описание, загляните в закрепленный, в закрепленный комментарий, там будет ссылочка прогноза от ММА Бэтс, и, конечно же, если появится какой-то новый бой, которого не будет в подкасте, я разберу его в бойцовском клубе диванных аналитиков, на ютубе я уже это не буду выкладывать, соответственно, друзья, welcome в наш бойцовский клуб диванных аналитиков, также в закрепленном комментарии ссылочка, ну и подписывайтесь обязательно на все наши ресурсы, подписывайтесь на наш канал, ваша активность, она прям очень сильно мотивирует нас работать, делать больше роликов, стараться, да, и, конечно же, подписывайтесь на наш ВК паблик, там много всего интересного, есть, кстати, там и бесплатный стауль, есть новости, какие-то веселые штуки, есть чат в Телеграме, есть чат с нарезочками в Телеграме, в общем, просто все на любой вкус, друзья, оставайтесь с нами, и до новых встреч, всем пока!